Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! Антон, вы живете, работаете в Москве. Как оказались в Карачао-Черкесии? Меня пригласили, да. Ну, там такая история. Изначально должны были позвать моего мастера, у которого я учился. Но он не смог, он работал со студентами в Китае, там большие проекты, по занятости не получалось. И Владимир Григорьевич, он порекомендовал меня в качестве, ну, как сказать, достойной замены. Вот. Поручился за меня и, благодарю директора, Хасан Якубыч Беджиев, он согласился, так скажем, прислушался к рекомендации и пригласил меня. Я спросил, что я могу ему предложить. Вот. Ну, и я предложил, мы договорились, и вот я оказался здесь. То есть поставить спектакль по пьесе Чингиса Атматова «Материнское поле» – это была ваша идея или это предложение Хасана Якубыча? Нет, это была моя идея. Изначально у нас там были варианты, мы их рассматривали, но в итоге я все-таки, ну, настоял, что вот эту историю я очень хотел бы. Тем более она, ну, подходящая так вышла. Подходящая для чего? Во-первых, она актуальная. Так, ну, в силу темы, которая там затрагивается, она такая, актуальная всегда. Ну, и так случилось, что и сейчас она еще более актуальная. Плюс ко всему, этот материал уже очень давно у меня зрел, и я знал, что я хочу. Я знал, что мне нужно требовать, в какую сторону двигаться, что я хочу сказать. Антон, для вас это все понятно, но давайте напомним нашим зрителям, о чем эта пьеса. Это события предвоенного и послевоенного времени, да? Когда мать, началась война, и она одного за другим теряет своих сыновей. Да, все верно. Только это не пьеса, это повесть. Это повесть. Да, повесть. Пришлось очень сильно поработать ножницами, такая инсценировка, тоже работа. И да, действительно, эта история, там совсем немножко предвоенного времени берется. Разумеется, полностью военный период Великой Отечественной войны и некоторый отрезок после, потому что все-таки война имеет свое эхо. И да, действительно, почему меня это зацепило? История начинается с того, что мать приходит пообщаться с полем, поэтому называется материнское поле, и рассказывает ему о том, что ее гложет проблема. У нее есть внук, и этому внуку он уже скоро вырастет, и кто-то ему может рассказать о том, что случилось. Вот. Но сама она никак не может найти эти слова, и она просит у Поля помощи. И вся эта история превращается в одну большую исповедь, когда Поля говорит, давай вспомним твою жизнь. И главная героиня начинает вспоминать ее от самого-самого детства и до, так скажем, настоящего времени. И то, через что она прошла, это просто фантастически. Она действительно потеряла трех сыновей, мужа, и в конечном счете потеряла невестку. И это, надо сказать, только сокращенная версия, потому что то, что с ней еще было, кроме того, что мы показали на сцене, если читать полностью повесть, ну, это сложно поверить, что человек вообще способен пережить это. Вот. Вот это то, что меня зацепило, это вот такой краткий сюжетик. А сценарий кто писал? Сценарий писал я. Мне нужно... Да, то есть мне надо было сделать очень большое сокращение. И здесь есть определенная специфика. Все-таки эта повесть – это проза. И очень большие объемы текстов необходимо было, во-первых, сократить так, чтобы не терялся смысл. Так скажем, убрать, может быть, какое-то количество воды. И для артистов это тоже было очень сложно. Объемы текста просто, ну, очень большие. Они справились с этой задачей? Да, они справились. Не без сложностей, потому что... Но я и не ждал, что будет просто. В том числе поэтому было принято решение... Изначально мои задумки было меньше человек. Вот. Но было принято решение сделать больше артистов и показать, так скажем, разные вариации главной героини. Потому что этой главной героиней могла быть любая женщина. Вот. Вот так. А кому досталась эта роль главной героини? Всем. Все женщины, которые у меня выходят на сцену, практически все, они играют главную роль. Единственная, за кем, так скажем, закреплены роли прям вот, это мужчины. Вот. За мужчинами закреплены, потому что их... Они имеют, как бы, определенную важную роль во всем этом, но не они главные герои. Антон, скажите, вы работали в Москве, да? Такая школа у вас. И в ГИК, и колледж Олега Табакова. ГИТИС, да. ГИТИС, да. Рулины актеры. Актеры Карачао-Черкесии. Вы приехали в небольшую республику. Ваше мнение, это настоящие профессионалы? Как вам с ними работалось? Скажем так, я работал с довольно большим количеством артистов. И могу сказать вот что. Ощущение, что есть необходимость в том, чтобы из Москвы брать специалистов и отправлять их в провинцию. Потому что есть такая потребность. Я был, например, на одном местном выпускном спектакле. Ну, так вот случилось. И я был, конечно, ну, честно сказать, расстроен. В Москву имеете в виду? Нет, здесь. В Карачаево-Черкесии. Да, я был на одном студенческом спектакле, я был расстроен. Да, я был расстроен. Мне там объясняли, что было большое количество проблем, еще и ковид-19 накладывался. Но, знаете, зрителю, как говорится, ему не важно все там отмазки. Ему нужен результат. Вот. Однако, хочу сказать, что вот здесь, в Карачаево-Черкесии, я... Меня Владимир Григорьевич, байчер, мой мастер, он уже здесь работал, он уже делал постановку. Да. Он меня предупредил. Да. Сказал, что артисты здесь очень хорошие, талантливые, но сложные. Я так не знал, как к этому отнестись, ждал, какие же будут сложности. Вот. Хотя, в конечном счете, я, когда начал работу, вот, я понял, что, ну, они действительно талантливые, но несколько они как бы расслабленные. Что значит расслабленные? Ну, как сказать, немножко, ну, не все, так скажем, ответственно относятся. Надо иногда быть немножко жестче, чтобы они себя в ручки взяли и начали работать, вот. Ну, такова профессия режиссера, потому что все-таки, ну, артист, он тоже человек, у него есть свои там проблемы какие-то. И очень сложно бывает в работе, когда ты знаешь, что у человека проблема, там какая-то или там неудобство какое-то, надо прикрыть в себе вот человеческое отношение, сочувствие и сказать, нет, меня это не волнует, давай, друг, работать. Нас ждет зритель. Вот. Поэтому, в целом, я доволен артистами. Вот. Но всегда есть куда расти, я себе это каждое утро говорю. Ну, в целом, вы довольны? Да, я доволен. Угу. По вашему мнению, то, что вы хотели показать спектакли, то, что, на ваш взгляд, должны были показать артисты, все задуманное удалось? Да, я считаю, что да, удалось. Ну, об этом вообще должны говорить скорее зрители, чем, потому что, скажем так, да, я вот говорю, удалось, но в голове держу, что можно было бы где-то лучше, есть куда расти, потому что спектакль, это как, ну, ребяток, он должен развиваться. Если я скажу, что вот он только родился, и все, он готов? Нет, это будет немножко неправда. Он должен теперь расти. Буду я сюда возвращаться или не буду, у него теперь самостоятельная жизнь, он должен кем-то стать, во что-то вырасти. Вот. Поэтому на данный момент я доволен, но надо смотреть, что будет дальше. Хорошо, у нас есть возможность увидеть, что думают о спектакле наши зрители. Давайте посмотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Буль. Здравствуй, Толганай. Ты пришла и еще постарела, совсем седая, с пассажком. Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя более еще одна жарка. Сегодня день поминаний. Знаю. Жду тебя, Толганай. Но ты в этот раз пришла одна? Как видишь, опять одна. Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толганай? Нет, не посмела. Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком? Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подрос, может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор. Однако человек должен узнать правду. Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле моя, надимая, то, что знают все, не знает только он, надим. А когда узнает, то что подумает он? Как посмотрит на былое? Дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как поступить? Как сделать так, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза? Последнее время только об этом и думаю. Ведь не ровен час помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала, конец. И не столько боялась смерти. Пришла бы я, бы и противиться не стала. А боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя. Боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, отчего так маялась я. Жалел, конечно. Даже в школу не ходил. Вертелся вокруг постели в мать весь. А я не решилась. Язык не повернулся. Уж очень он доверчивый и бесхитростный. Последнее время только об этом и думаю. Последнее время только об этом и думаю. И не знаю, как найти подход к этому разговору. По-всякому прикидывала. И так, и этак. Но ничего из этого не получается. Ведь сколько ни думаю, прихожу только к одной мысли. Чтобы он правильно понял все, что было. Чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему правду не только о нем самом. И не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах. И о себе, и о времени своем. И о тебе, мою поле. И обо всей нашей жизни. И даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. А ты помнишь, Толганай, когда ты первый раз пришла сюда? Трудно очень припомнить. Столько воды утекло с тех пор. А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толганай. Все с самого начала. Смутно очень припоминаю. Смутно очень припоминаю. Когда я была маленькой, в днижатку меня приводили сюда за руку и сажали в тени подковной. Мне оставляли лопать хлеба, чтобы я не лапала. А потом, когда я подросла, я прилегала сюда стеречь посер. Весной этот скот прогоняли в город. Тогда я была быстроногой косматой девчонки. Помню, скотоводы шли с низом и желтой нагулой. Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я была, как подумаю. Табуны мчались со степи лови. Подвернешься, растопчут вмиг. Пыль оставалась висеть на версту. А я пряталась в пшенице, выскакивала вдруг, как зверек. И пугала. Лошади шарахались, табунчики гнали за мной. Ну, а я убротилась, бежала в бары. Рыжий оттаный овец проходили здесь день за днем. Гурдюки колыхались в пыли, как град стучали копыта. Гнали овец черные, окрившие пастухи. Потом шли кочевья богатых аилок с караванами верблюдов, с гурдюками кумы и сопритороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в щелка, покачивались на резвых иноходцах, пили песни о зеленых лугах, о чистых ретах. Девилась я и, позабыв обо всем на свете, долго бежала за ними. Вот бы мне когда-нибудь такое красивое платье и платок с кистями. Чудная я была, ей Бог. Лет семнадцать не было, когда нажатию я и встретилась у вас. В тот год он пришел потрачить сверху его колласса. А я и сейчас закрою глаза и точь-в-точь вижу, каким он был тогда, совсем молодой, еще лет семнадцати. Рубафи на нем не было. Ходил, накинув на голые плечи старый пешмек, черный от загара, как прокопчен. Скулы блесели, как темная месть. Светон казался хутым, тонким, но грудь в него была крепкая, а руки, руки словно железные. И работник он был, такого не скоро слышишь. Пшеницу жал легко, чисто, только и слышно рядом, как серп звенит, а колосит полезный пахнет. Вот есть какие-нибудь люди. Люба, смотри, как работают. И субанку были такие. На что я считалась быстрой женицей, а всегда отставала от него. Далеко вперед идет субанку, а Буэлла оглянется, вернется, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало. Я сердила сигнала ему. Ну, кто тебя просил? Подумаешь, я и сама управлюсь. А он не обижался. Усмехнется и молча делается. И зачем я тебе сердила? Мы на работу всегда первые приходили. Рассвет только-только наливался, а мы уже шли на жалку. Сванкул всегда ждал меня за его, на тропинке машине. Ты пришла? А я думала, что ты давно уже ушел. Отвечала я всегда, но знала, что без меня он никуда не пойдет. И потом мы шли вместе. Вместе с нами встречал восходящую зарю и рану и жалую. Он взлетал высоко-высоко в небе, повисал, как точка, и бился, там трепыхался, словно человеческое сердце. И столько раздольного счастья звенело в его песне. Алганарин, смотри, запел на жаворонок. Чудно. Даже жаворонок у нас был свой. А лунная ночь. Быть может, больше никогда не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Сванкулом работать при луне, когда луна огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы. Все звезды разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас, Сванкула. Мы лежали на краю, лежи, подстелив под себя бешмет Сванкула, а подушкой для нас был привал и клары. Это была самая яркая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе. Сван, ты как думаешь, ведь мы будем с тобой счастливыми, да? Если земля и вода будут поделены поровну, если у нас будет свое поле, мы будем его пахать, сеять. Если будем молотить зерно, это и будет наше счастье. Ведь другого счастья нам не надо, Толганая. Счастье хлеборуба в том, что он посеет и пожнет. Мне почему-то очень понравились эти слова. Как хорошо стало от этих слов. А утром проснулась, смотрю, нет со мной рядом Сванкула. Я не знаю, как там он встал, пожалуй, очень рано. Обидно мне стало. Как бы я поработала с ним в этот ранний час. Сванкул! А ты почему меня не разбудил? Так я хотел, чтобы ты поспала. А сам? А сам я теперь работаю за двоих. А как же твои вчерашние слова? Ты говорил, что мы во все будем равны, как один человек. Одну и навеки. Как один человек! Восознание ты мой! Счастье ты моё! Солнце! Солнце, смотри! Смотри, какая у меня жена! Смотри! И плати мне за смотрины! Лучами плати! Светом плати! Не знаю, всерьёз или в шутку он так сказал. Только я вдруг расплакалась. Так просто не удержалась от махнувшей ладости. Вот сейчас вспоминаю и плачу за чем-то глупое. Ведь то слёзы были другие. Они человеку только раз в жизни даются. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась! Удалась! Мы с Иван Кулом эту жизнь своими руками сделали. Трудились. Китмей ни летом, ни зимой из рук не упускали. Много кота пролили, много труда ушло. Было-то в новое время дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить так, как люди. Но самое великое. Сыновья у нас родились. Трое, один за другим, как на подбор. Помню, как все они первый раз появились здесь. Был это в тот день, когда Саван Кул привёл воин в первый трактор. Всю осень и зиму ходил Саван Кул в Заречь, на тот берег реки. Учился на курсах трактористов. Мы тогда толком и не знали, что такое трактор. И когда Саван Кул задерживался до ночи, ходить-то было далеко. Мне обидно и жалко становилось за него. Суван! Ай! Чего, ради ты связался с этим делом? Куда тебе, что ли, было в бригадирах? Алганаль, ну, прекрати, не шуми. Подожди до весны, сама всё увидишь. Добери из терпения. В душе-то я понимала, что Саван Кул не в игрушки играл. В Аиле тогда не нашлось грамотного человека, так Саван Кул сам вызвался. Я, говорит, пойду и грамоте обучаться буду. Освобождайте меня от бригадирских дел. Вызвался-то вызвался, но зато трудов хлебнул по горло. Как сейчас вспомню, интересное было время. Дети отцов учили. Косым и Маслбек уже ходили в школу. Вот они-то и были учителями. Бывало по вечерам дома настоящая школа. Столов тогда не было. Саван Кул лежал на полу и выводил буквы в сетради. А дети все трое лезли с трёх сторон, и каждый учился. В другом бы деле тец цыкнул на них. А тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока напишет одно слово, измучается в конец. По отграду течёт с лица Саван Кула, будто он не буквы пишет, а на молотилке у барабана подавальщиков стоит. Колдуют они все кучу над этой тетрадкой или азбукой. А я смотрю, и меня смех разбирает. Дети, да оставьте вы покой отца. Вы что из него, мулу собираетесь делать, что ли? А ты Саван Кул тоже за двумя зайцами не гонишь. Выбери одно, или тебе мулой обучиться, или трактористом. Но, как бы то ни было, Саван Кул своего добился. Ранней весной, в поле установилась погода и сошёл снег. За аилом однажды что-то задорохтело, забудело. По улице промчался спугнутый табун. Я выскочила глянуть. За огородами шёл трактор. Чёрный, чугунный, весь в дыму. Он быстро приближался к улице, а народу вокруг трактора собралось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась с соседками. И первое, что увидела, мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки им свистали, щедали шапки. А они такие гордые. Да что там, словно герои какие-то. И лица их сияли. Вот сорванцы и такие. Ещё с позаранок убежали на реку. Оказывается, трактор отцовский встречать. А мне ничего не сказали, потому что думали, что я не отпущу. Оно и правда. Испугалась я тогда за детей. Вдруг что случится. И крикнул им. Косы, маслбек, джайнат. Вот его, сейчас же спускаетесь. Но в шуме мотора и сама не услышала свой голос. А Суванкул меня понял. Улыбнулся, кивнул головой, мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулём трактора, такой гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он на самом деле тогда ещё был молодым чернорусом джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи сыновья на отца. Их всех четверых можно было бы принять за братьев. Особенно старших, косым и маслбека, дочь точно отличить от Суванкула. Такие же поджары, с крепкими коричневыми сгулами, как в мете. А младшенький мой, джайнат, тот больше на меня походил. Обликом светлее, глаза чёрные, ласковые. Трактор уходил всё дальше и дальше, а я стояла бессиленно и смотрела ему вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня. И не знала, чему больше радоваться. Тому ли, что Суванкул привёл, боил первый трактор. Тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети. И как здорово они похожи на отца. То была самая лучшая пора моего материнства. Время шло. Сыновья как-то незаметно поднялись, словно тополи одногодки. Наступило время выбирать свой жизненный путь. Косы пошёл по отцовскому пути. Трактористом стал. Ну, а потом он отомбайнёра выучился. Он одно лето ходил в заречья и штурвайне. А потом вернулся в свой аилтомбайнёра. Для матери все дети равны. Всех одинаково носишь под сердцем. Но вот Маслбека, мне кажется, я больше всех любила. Не знаю. Может, от того, что скучала о нём в разлуке. Он, как рано опирившийся птенец, первым вылетел из гнезда. Рано ушёл из дома. В школе он учился хорошо. Всё время книжками зачитывался. Хлебом не корми, дай книжку почитать. Ну, а когда закончил школу, поехал в город. Учиться учителем хотел быть. А младшенький мой, Джайнак, красивый, ладный, вышел с собой. Одна беда. Дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарём комсомольским. То у него там собрание, то стенгазеты, то кружки какие-то. Посмотрю, как парень пропадает, зло берёт. Слушай, непутёвый. Убрал бы ты свою гитару, подушку и шёл бы в контору жить. Тебёшь всё равно ни отца, ни матери не надо. Мать! Ну чего? Ну чего ты ругаешься, а? Пусть учится с людьми жить. Если бы он бестолку болтался, я бы ему сам шею намылил. А в Суманкул тем временем вернулся на свою бригадельскую работу. На трактора села молодёжь. И самое важное вот что. Косым женился в этот год. Молодая невеста. Алиман, красивая, здоровая. Как там, что у них случилось, я не знаю, не спрашивала. Видно, когда он в Заречье ходил с штурвальным, там они и познакомились. Эх, смуглая горянка. Я сначала очень обрадовалась тому, что Алиман работящая, трудолюбивая, а потом как-то очень сильно полюбила её. Не знаю, может от того, что всегда в тайне мечтала о дочери. Ну не только поэтому, нет. Она была такая чистая, как стёкнушка. Вот и полюбила её всем сердцем. Тот год, когда пришла к нам Алиман, лето выдалось памятное. Хлеба созрели быстро, стояли стухие, жёлтые, понизу зеленоватые. В горах недавно прошёл дождь, рано начался разлив на реке, но мы загодя выжинали проход для комбайна по краям поля. Алиман рядом работала со мной, и вот тогда я заметила то, чего никогда не забуду. На краю поля росла в ту пору дикая мальва. Она до самой макушки стояла в белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Алиман как бы тайком набрала букет и побежала туда. Я думаю, что же она будет делать? А она подбежала к комбайну, положила букет на ступенечку и вернулась обратно. Я делаю вид, что ничего не заметила, не хотела её смущать. Она такая застенчивая была. В душе крепко обрадовалась. Значит, любит. Эх, до сих пор помню, какая она тогда была. В белом платье, в красной фасынке с огромным букетом мальвы. Раскраснелась вся от радости от озорства. Вот что значит молодость. На следующий день началась жатва. Первый день с радостью. Это пшеницей. Ну, кто не знает этот день? Он живёт, в любом, в основном, в области. Швонки и голоса раздавались с одного края с другой. Но веселее всего плыло у нас на ручной жатве, потому что девчата молодая здесь был целый сабах. Эх, бедовый народ! У нас сын так нагрев проезжал на своём велосипеде. А гарницы перехватили его? Ага, ну как он поёшься? Слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со женицами? Совсем сознался, да? А ну кланяйся нам, кланяйся своей жене. Простите, любезные женицы, промашка получилась. Отныне буду здороваться с вами. Завершу. А теперь давай покатай нас на велосипеде. Как парушинка diameter нашuf с ветерком. Бомбар с мукой, а на речку с заводой. В амбаре за мукой, а на речке за водой В амбаре муки нет, а на речке воды нет В амбаре муки нет, а на речке воды нет Пославлю меня, мальчика Мой данный сын, кумисты нахо Долгом дежанга, эки мисганан Сыр мис пи-пи, жалкостый танго Жагом дежанга, мэнь де арбарма Суванкул долго не появлялся Некогда ему было Молодежь гла костры на обрыве у реки, песни пела И тут среди многих голосов я услышала голос своего Джейнака Он у них там гармонистом, за водилой был И снова я думала о своих детях Да видно, природа такая материнская Думала я о том, что Косым, слава Богу, стал самостоятельным человеком Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить Хозяйством своим обзаведутся, а там и внуки пойдут За Косыма я не беспокоилась, работник он вышел в отца Вспомнила я насыл века и затасковала Я плакала буквально с первых минут Все очень искренне, все с душой, все так ярко сказано И мне что, я сразу не поняла, но оказывается Единственную героиню играет несколько актрис Это очень интересно и захватывает Понравилось, можно сказать, все, даже с самого начала Актерская игра очень сильно поразила Ну я так не люблю ходить на спектакли, но этот спектакль, честно, понравился С самого начала даже зацепило как-то, очень интересно было И даже вот сейчас хочется вернуться, продолжить дальше смотреть его Очень хороший спектакль, мне очень понравилось Спектакль показался мне очень интересным Правда, история очень тяжелая, но актеры, их игра и все, что происходило Живая музыка, никакой фонограммы Все это очень красиво и интересно, мне понравилось Очень красивая картина и очень хорошая задумка режиссера Мне понравилось, схватило за душу Я понимаю, что испытывает главная героиня Потому что сейчас очень много матерей, которые испытывают подобные чувства Я несколько раз чуть не заплакала Все настолько было эмоционально Настолько все трагично Все, мне очень сильно понравилось Я не знаю, как передать словами, это просто нужно было видеть Ну вот видите, Антон, не зря вы старались Вот, и актеры наши справились, по-моему, вполне достойно Очень интересный спектакль Ну и, конечно, атмосферы придают Вот декорации такие интересные Музыка Кто этим занимался? Ну, во-первых, по поводу музыки Да, вы, возможно, заметили, да, что мы не использовали непосредственно, вот, так скажем, фонограммы, да, и все исполнения были живые И песни, которые девочки пели Это все, это был мой принципиальный такой Мне много раз предлагали, говорили, что давай какой-нибудь включим Давай какой-нибудь звук хотя бы, не знаю, звук ветра Я говорю, нет, 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 только для меня это было важно Для меня это было важно, потому что мы на сцене создали некое такое пространство, у которого есть свои законы И я считаю, что в данном случае включать какую-то фонограмму, это будет очень грубое такое вторжение в это пространство Потому что эти стаги сена, которые там вот на сцене располагаются Ну, у меня лично в голове они как-то, ну, совершенно не связываются с фонограммой или вообще музыкой какой-то Вот там могла бы, там, если бы там были еще какие-то варианты, да, ну, живые инструменты Когда ты можешь сесть на сток сена и воспроизвести музыку руками Ну, или как-то иначе, но живая Это было для меня очень важно Вот По поводу декораций Художник Александр Черный Вот И он Мне вот здесь, мне очень повезло с художником Когда Хосен Якубич Биджиев, он познакомил меня с ним Говорит, вот человек невероятно опытный, очень талантливый Так и оказалось Мне не соврали, потому что я только сказал о своей идее И он сразу, мгновенно художник, подхватил И очень быстро сформировалось необходимое пространство От чего-то мы там отказывались, но в основном с полуслова он меня понимал Вот Это здорово Ну и также костюмы он разрабатывал Вот Ну, по-моему, у вас удачный тандем сложился, да? Да, да Это очень важно, когда художник и режиссер работают, ну, на одной волне Это, я бы сказал, в некоторых случаях критически важно для спектакля Антон, а скажите, вот для вас, как театрального режиссера, что важнее? Зрительские отзывы, хвалебные отзывы в прессе, что вами двигает? Ради чего вы работаете? Ну, вообще изначально театр, конечно, работает для зрителя Вот Но есть нюансы Что касается, так скажем, ну, отвечая там на вопрос про прессу Честно говоря, меня это мало заботит Пресса, конечно, формирует мнение Но я не гонюсь за этим Пусть пресса придет, посмотрит Если она честно пишет Я не против плохих отзывов, совершенно То есть, если мне там придет какой-то там критик или там СМИ Посмотрят на то, что я сделал И скажут, ну, это невозможно, это просто ужас какой-то Ну, если это обосновано, наверное Наверное Но столько людей, столько мнений Вот Но что касается зрителя Разумеется, я думаю о том, как он это воспримет Мне, конечно, хочется, чтобы это Ну, не скажу, понравилось А откликнулось внутри Потому что отклик может быть разный Вот Меня вполне устроит, если зритель, не знаю Будет возмущен Или будет совершенно не согласен со мной Или наоборот будет согласен со мной Вот Вот эта часть, так скажем Зрительского Зрительской оценки Она для меня важна Если зритель, ну, выходит и все как один Говорят, мне понравилось и на следующий день Забывает об этом, да То, ну, где-то, значит, я что-то не справился Значит, надо работать Надо работать больше И искать, в чем была проблема И почему я не цепанул Вот Ну, мне кажется Чингис Айтматов У него такие искренние, жизненные Примеры, да Такие Это вот повесть Материнская поля Да Мне кажется, его невозможно вот не прочитать Ты по неволе потом ходишь И думаешь Под впечатлением Да, да Именно поэтому Я ее когда-то давно прочитал Я человек не сентиментальный Вот Но я, как и многие Просто читая текст Просто вот Перед глазами Я сидел и плакал Это, ну, это значит Работает слово Самой большой сложностью было Не испортить это У Чингис Айтматова Очень мощный Очень конфликтный Горячий текст И Здесь Очень важно было его Правильно подать Я Скажем так Буквально на первых репетициях Когда мы с артистами У нас была читка Я им сказал Так, значит Девочки Особенно это вас касается Говорю Мы здесь не плачем Я запрещаю вам плакать Началась читка Доходим до каких-то мощных моментов И в какой-то момент У меня артистки Просто прекращают читать Потому что не могут Они Начинают плакать Вот Я говорю Ждем Успокаивайся И продолжай Потому что Ну, это вот Такая особенность работы с прозой Особенно у Чингис Айтматова Она сама по себе Слово сильное И если это слово Слишком Ну, приукрасить Это будет уже Такое Масло масляное То есть Когда мы о грустном Говорим грустно Это, ну Совсем грустняшка Прямо Что ж Я Нет у меня такой цели Чтобы зритель рыдал Хотя Такое, конечно, есть У меня есть цель Чтобы зритель вышел И еще какое-то время Как вы сказали Да, думал об этом Да Я думаю, что Безусловно Наши зрители Будут думать И будут с теплотой И благодарностью Вспоминать вашу работу Спасибо, что вы к нам приехали Спасибо, что вы работали И Хотела спросить Когда нам ждать Следующего показа Потому что Не все смогли посмотреть Думаю, после нашей программы Многие зрители Захотят прийти И посмотреть спектакль У нас много людей В Канаре В Черкесии На самом деле Которые очень ценят И любят театр Я вас уверяю Ну, я Думаю, что Можно посмотреть На официальную группу ВКонтакте Русского драматического театра Или на их сайте Они выкладывают Довольно оперативно Новости какие-то Вот Я думаю, туда можно Подписываться Вот И Следить за новостями Я знаю, что В ближайшее время Театр собирается С этим спектаклем В гастроли Вот Я очень рад, что Он оказывается В репертуаре Вот И очень благодарен Хасану Якубычу За предоставленную возможность Вот Ну и мудрый совет Который он давал мне Ну что ж, Антон Спасибо вам, что Нашли время Пришли к нам Пожалуйста, приезжайте Ставьте новые спектакли Удачи вам Удачи вам во всех Ваших делах Спасибо Ну что ж, дорогие друзья На этом наша программа Подошла к концу Всего вам самого доброго Хорошего настроения Хороших выходных Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому